Борис и Татьяна Саплины в основном выращивают саженцы самых популярных на огороде культур. Это их забота о качественном посадочном материале для дачников. Ими заняты 42 и 45 гектаров их земель. Но с недавних пор на трех гектарах поселилась садовая земляника. Здесь уже более 20 сортов. Было много трудностей, было много сложностей, скажем так, не все сразу получалось. Но мы работали, учились, ездили много по другим хозяйствам, смотрели, набирались опыта. И в итоге вот начал получаться у нас. Знания в свое время обоим дал Воронежский сельскохозяйственный институт. А стартовый капитал для нового направления – грантовый конкурс для начинающих фермеров. В 2018-м зарегистрировали фермерское хозяйство и разработали проект по выращиванию садовой земляники. Грант в полтора миллиона позволил подойти к делу основательно. На деньги гранта мы приобрели две промышленные теплицы. Мы приобрели садопосадочную машину и картофелекопатель, который мы используем для выкопки усов и земляники. А еще нужен капельный полив, удобрение и защита от вредителей. Но процесс не ограничивается сезоном, как может показаться. Земляника требует внимания круглый год. Чтобы весной заложить качественный посадочный материал, собранные осенью усы отправляются в холодильники. Из перезимовавшего под присмотром здорового материала и получились вот такие растения. Саженцы поселяются в теплице с февраля. Вот сорминорунные растения, которые видно, что растения здоровые, хорошо развиты. У него прекрасная перневая система уже создана, которая позволит это растение высадить и получить в следующем году уже полноценный урожай земляники. В этом году собрали первый урожай. Говорят, пробный. Всего 2 тонны с гектара. Немного, зато в качестве уверены. А в планах расширяться и выйти к следующему году на урожайность 10 тонн. Нелли Иванова, Евгений Игнатов. Такой день на Мире Белогорья. Субтитры создавал DimaTorzok